Здравствуйте! Вы смотрите программу «Беседа с митрополитом» в студии Ян Ермешов. У нас в гостях митрополит Красноярский-Ачинский, Пантелеймон. Владыка, здравствуйте! Добрый день! Владыка, обычно, когда мы с вами встречаемся, мы очень много говорим о праздниках церковных, православных. Но вот сегодня я бы очень хотел поговорить о, наверное, самом главном празднике, который отмечается в этом году — 70-летие Великой Победы. Владыка, а вот для церкви вот этот праздник что означает? Ну, во-первых, такие праздники, которые судьбоносные для всей нашей нации, для всего колоссального многонационального содружества народов бывшего Советского Союза, бывшей Российской империи, это уже не светский и не церковный. Это божественно-национальный праздник. То же самое, как память преподобного Сергия Радонского, князя Владимира в этом году, Куликовское сражение, Вородинская битва. И, конечно же, год 1945, которому мы все обязаны жизнями, сегодняшней встречи, рождением новых поколений, это не праздник военных и не праздник просто советского народа. Это божественно-национальный праздник и даже наднациональный. Вот такое восприятие церковью этого Дня Победы и этого события. Ну, будут какие-то вот празднования? Естественно. Потому что мы все готовимся, понятно, что будут большие парады, но вот в церквях, и не только в православной церкви, может быть, вы знаете, как будут другие конфессии праздновать? В церквейском совещании принята специальная программа по подготовке, уже теперь мало осталось, и празднованию 9 мая. Как юбилея 70-летия этой великой и славной, Богом дарованной и нашим народом совершенной победы над злом всего рода человеческого. Это и светско-церковное мероприятие в виде конференции, круглых столов, обсуждений, и чисто патриотического направления, работа с молодежью и ветеранами, и ветеранами-священниками. Их уж не так много осталось. И не так они, может быть, нуждаются, они и так окружены заботой, в общем-то, в отличие от светских. И в том числе всех ветеранов, не только православных или там неправославных, всех ветеранов. Это святой подвиг. И, пожалуй, самое главное в этом – вовлечь в это движение маленьких. Для них это победа. Ибо это дар Божий, и Бог был на стороне нашей страны, наших жертв и наших торжеств. Владыка, вот сейчас, в последнее время, начали много публиковать неизвестных страниц истории, как раз военной истории. И вот некоторые данные говорят о том, что именно как раз во время войны началось вот такое возвращение к вере в Советском Союзе. Тогда еще в Советском Союзе. Вот насколько эти данные... Совершенно верно. Дело в том, что мы знаем, с 1917 года ленинская, или, скажем, троцкистская программа по уничтожению религии и борьбы с религией как величайшим злом привели к уничтожению, к геноциду, я за все ответственно произношу это слово, к геноциду православного народа и других религиозных народов нашей страны. Расстрелы, убийства, гулаги, раскулачивания. Этого забывать никогда нельзя. И вот 1942 год, конец. Начинаются первые движения в правительстве. Думаю, что в уме и сердце самого Иосифа Виссарионовича Сталина посылы и поворачиваются окончательно в 1943 году к нуждам верующих. Вспоминают, что народ-то православный, народ великий. И действительно, за годы войны открылись духовные академии, семинарии, монастыри. Десять тысяч даже больше открылось приходов. Естественно, что такое же количество было открыто на оккупированных территориях немецко-фашистскими захватчиками. Явно это побудило тогдашнюю партию, ее состояние, идеологов. Но, я думаю, не без личного интереса и, может быть, какой-то ностальгии Сталина в данном вопросе. Он восстанавливает патриаршество, которое было уничтожено в лице Святейшего и Святого Тихона. Сергий вместо блюститель, а затем избирает Алексея Первого. Из гулагов оставшихся священнослужителей, церковнослужителей, церковноработников отпустить. Снимали с работ. Я сам свидетель. И жил бок о бок с этими ветеранами. Они уже уходят. И ушли почти все, которым приносили повестку, что они освобождаются там в железной дороге. Как сильные были. Возвращали в храмы. Пожалуй, не так хорошо все это решалось с Лукой Войной-Синецким. Это другая. С такими людьми. Совершенно стадия. И действительно, к началу хрущевских страшных времен, страшных гонений, у нас было 27, почти 30 тысяч православных приходов в Советском Союзе. 17 семинарий, больше 10 академий, 137 женских и примерно чуть больше мужских монастырей. В том числе была открыта Троица Сергея Лавра, нынешний Сергей Посад и многие другие. Хрущев закрывал сотнями храмы в день. Последующее, что произошло при Никите Хрущеве, я испытал на собственной шкуре, будучи уже сознательным ребенком православной семьи православных христиан. Эта часть жизни Иосифа Виссарионовича Сталина, она мало еще изучена, я думаю, светскими историками. Ну, в силу идеологических взглядов или еще чего-либо. Как вы относитесь к той идее установить в Красноярске памятник Сталину? Вот совсем недавно об этом заговорили. Я скажу, Констагиря, обман народа, многомиллионного и многострадального не позволяют соглашаться с утверждением, что нужно ставить памятник. Надо памятник ставить воину, солдату, женщине, тыловику, ребенку, свидетельство там у Сибири. Да, здесь есть блокадные дети, памятник, он трогательный. Я думаю, нужно задуматься не о диктаторе, о нем достаточно известно, и мы никогда не забудем, а задуматься о народе, который не по его указке, а по порыву своему, патриотизму, героически стал и победил. Вот этим людям надо ставить, военно-начальникам, Жукову везде надо ставить, особые люди-тыловики, о которых мало знаем. Завершу памятники, надо сохранить, создавать специальные пантеоны. К примеру, и в хороших местах. Мы должны знать и в памятниках и Ленина, и Троцкого, и Бухарина, и Сталина, и Калинина. Приводить туда детей и самим приходить размышлять. Как памятники Нерону, их они где-то откапывают и ставят. Древнейшим божествам Зеусу, там Аполлону, это предмет истории, археологии и культуры. Но это наша культура и наша история и жизнь. Но как благодарность памятник, для меня лично вызывает большую сложность признать. Та заслуги есть, но не в памятнике. Об этом нужно сказать. А как же? Как руководителя страны и как политической личности с такими противоречиями и оттенками в отношении своего народа, он, несомненно, колоссальная личность. Но Иуда тоже личность. Иродвеликий тоже личность. Мы не можем их перечеркивать. Вот мы и таковы отношения. Продолжается Великий пост. Уже перешли за середину. Вот сейчас к чему готовятся православные? Сейчас самая интенсивная подготовка, конечно, к страстной седмице. Прямое, активное и практическое участие в страстях и страданиях Господа и Спасителя мира Иисуса Христа каждого из нас. А это значит ответы и вопросы. Достоин ли я христианин? Правильно ли я живу? Как я по-христиански отношусь к своему народу, стране, к церкви, к Богу, к детям, к самому себе, к друзьям и врагам? И, конечно же, весь такой круг завершения, самая доминантная, это будет пасхальная встреча с воскресшим Господом. Но сейчас активная работа внутренняя каждого православного христианина. Мы вошли в эту стадию и вошли очень глубоко. И сам стиль богослужений изменяется. Он ведет нас к этому. И главное осознать, что я творение Божие, человек и свободная личность. Никакая диктатура надо мной не стоит, кроме моего Господа, который любит меня. Любящий отец не может быть диктатором. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Спасибо за содержательную беседу. До следующей встречи. До встречи. У нас в гостях был митрополит Красноярский-Авчинский Пантелеимон. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова